О ревности и благочестии, и о слепорожденном. Источник света, Слово Божие, будучи исполнено света и источая свет, оно просвещает и озаряет души верных. Само из себя и само по себе оно светит и пользующийся им просветляет, и не просто души верных просвещает, но и сообщает им имя света. В самом деле, Божественное Писание по справедливости именует тьмой у людей, погруженных в неведение и упорствующих в неверие, не принимающих светильника истины, чтобы сделаться сынами света. Поэтому и Божественный апостол Павел говорит, мы не сыны ночи, не сыны тьмы, но сыны света и дня. 1 Фессоникистан 5.5 И действительно, мы сыны света. То есть, Слово Евангельского, глаголанного устами Божьими. Я есть свет миру, ходящий за мной не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна 8.12 То Слово, есть Слово Света, которое, если мы уверуем в Него, делает нас сынами света. Потому и Спаситель говорит, да коли свет, имеете, веруете в свет, да будете сынами света. Ведь что для тела этот чувственный свет, то самое для душ свет духовный. Слово Божие. И что ночью тьма, то самое для душ заблуждающихся неведение. Поэтому и блаженный Давыд о таковых пишет. Не познали, не разумели, во тьме ходят. Так и синагогу, погруженную в неведение и не желающую проникнуть к познанию духовного учения, Бог называет тьмою по причине обитающего в ней неведения. Когда Бог говорил иудеям через пророкам, Ночи уподобил мать вашу, то, поясняя, что, разумеет, ночь, подобную тьме, прибавил, Уподобились люди мои, как люди, не имеющие ума. Осия 4.5 Потому-то они не познали, не разумели, во тьме ходят. Но они так, а принявшие свет Христово учение, те совершенствуются во свете. В самом деле, Бог наш есть свет, И Слово Его, из себя самого рожденное им прежде веков, бесстрастно, называется светом. И святый, и единосущный, и живоначальный Дух – свет. Свет, и свет, и свет, но один свет. И душа, принявшая Слово, называется светом. Но Бог – триипостасный, свет по природе, А мы – в силу общения с Ним. Затем, сам Господь наш Иисус Христос, свет, Как говорит о нем Евангелист Иоанн, Был свет и истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Но свет, сущий от света, неизреченного, И закон дарует полный света. По слову пророка, Светильник ногам моим закон твой, и свет стезям моим. Далее душа, воспринявшая светлое Слово истины, И сама становится светом. И слышит от Павла, Вы были некогда тьма, А теперь свет в Господе. Эфесянам 5.8 А когда душа проникается словом евангельским, Тогда и по вере она называется светом, Точно так же и по делам. Да просветится, Господь говорит, Свет ваш перед людьми, Чтобы они видели ваши добрые дела И прославили Отца вашего небесного. Необходимо, чтобы принявший свет веры, Дел и дела света. Не только душа верного должна быть светом, Но и делами своими он должен блистать перед людьми. Поэтому и говорит Спаситель, Тогда просветится свет ваш пред человеками, Чтобы они видели ваши добрые дела И прославили Отца вашего небесного. Матфея 5.16 И вот удивительно, Свет, исходящий от Бога, прост, А лучи его различны, Не по природе, конечно, а по действию. И просвещающее учение Божие Посылается всякой душе верной, По сказанному, И будет светлость Господа Бога нашего на нас, Чтобы пред Ним исправили взяла наши. Светлость это сама по себе одна, Но проявляясь в нас, Она производит многие светлости. Светлость милостыни, Светлость целомудрия, Светлость странно-приимства, Светлость любви. У Бога светлость одна, Но в нас она как бы сверкает и переливается Разнообразными отстенками. Одного озаряя даром пророчества, В другом воспламеняя огонь апостольства, А иному даруя блеск мученичества. Там одна светлость, А в нас многие, Как сказано. Жезл силы Твоей Послет Господь Сиона. Салом 109.3 В самом деле, Что иное хотел выразить апостол Павел В этом ряде вопросов. Все ли апостолы, Все ли пророки, Все ли учители? 1 Коринфян 12.29 Конечно, не без основания Он допускает такое деление, Но сообразует с душевным настроением людей, Не по своему произволу, Но по силе исповедания веры К каждому из них. Не по своему желанию Раздает он такие наименования, Потому что его желание Не может иметь решающего значения, Но по обилию даров. Солнечные лучи, Скользя по роскошным украшениям Великолепной царской богреницы И отражаясь в них, Рассыпаются бесчисленным множеством Блесток всевозможных цветов. И чем богаче и выше украшения, Тем разнообразнее и красивее Отражаются ими лучи. Самый воздух Как будто переливается То золотым, то пурпуром, То зеленым цветом, То еще каким-нибудь другим. И все это не потому, конечно, Что самые лучи были бы различными По своей природе, Но исключительно потому, Что они преломляются В украшениях одежды И отражаются в них, Становятся разнообразными. Так же точно объясняется И то разнообразие лучей, Каким всегда сияет церковь, И которая составляет ее красоту. Царскую одежду Обличена церковь, Небесным и разнообразным нарядом Она разубрана, Как это изображает Салмопевец. Дочери царей, Почетных у тебя, Стала царица одеснуя тебя, В ризах из афирского золота Позлощенных, Одеяние преиспечренное, Как преиспечренно, Даром Святого Духа, По словам Павла, Действующую Богу Знамениями, чудесами, Различными силами, Духа Святого, Раздающего, Евреям 2.4, Как назвать мне Церковь Христову, Невестой в уборе, Царицей в украшениях, Садом возделанным, Лугом водоносным, Но какой бы эти и другие названия Я не употребил, Ни одно из них не может выразить Как следует ее достоинство. От лица церкви, Как бы ее устами говорил, Пророк Исаия, Да возрадуется душа моя, Господи, Облег меня в ризу спасения. Исаия 61.10 Но чувствуя, Что этот образ не дает Достаточного познания О красоте церкви, Пророк тут же дополняет ее Другими подобными же образами, Прибавляя, Как невеста украсил меня красотой, И как на жениха возложил на меня венец, И как землю растящий плод свой, И как виноградник, Прозебающий семенами свои. Действительно, Виноградником запечатленным, Песня 4.12, И садом можно назвать Церковь Бога Живого, Но садом не в смысле Того древнего рая, нет, Она гораздо выше его. Там ведь воцарился змей, Здесь же царствует Христос. 682. Судите не по имени, А по существу дело. Сам по себе рай Ничего удивительного не представлял бы, Если бы не было там Соблюдения заповедей Божьих. Наоборот, Самые низкие места Ни чуть не были бы низкими, Если бы в них царствовал закон Божий. Что лучше, что выше, Рай или навозная куча? И однако для Адама Рай оказался бесполезным Вследствие его грехопадения. А Иов и навозная куча Не повредила благодаря его терпению. Адам в раю посрамляется за прислушание, А Иов на куче увенчивается за терпение. Никакого значения не имеет достоинства места, Если ему не соответствует доброе расположение. Небо и рая выше, Но откуда падает дьявол? Земля внизу, А небо над ней возвышается. Но с неба падает Спадший в грех, Как видно из слов, Видел сатану, Как молнию спадшего с небес. От земли возвышается нищий, По изречению, Из праха поднимает бедного, Из брения возвышает нищего. Салон 112.7 Видишь, как различие места Нисколько не содействует нам в преуспеянии, Но повсюду вера, терпение и надежда Сплетают венцы достойным. Что скромнее ложа? Что бесстыднее цирка? На какую пользу принесло Необузданные египтянки Прелюбодеяния на ложе? Повредило ли сколько-нибудь Первомученице Феокле То, что она в цирке Выгодена была обнаженной? Обнаженная не погрешила, Святая не была поругана, Но увенчана. И вот эта в цирке Увенчивается, А та в брачной комнате Приобретает вечный позор. Какой пользу получили Идолы с их ложным посчитанием От обширности их храмов? И что теряет мученики От несовершенства их гробниц? Не посрамилось ли заблуждение И в великолепных храмах? А гробы мучеников Не прославились ли в смирении? Итак, церковь Бога Живого Сменила собой рай сладости. В том раю Змей извивался и обольстил. В новом раю, говорит Спаситель, Даю вам власть наступать На змей, на скорпионов И на всю силу вражии И нисколько вам не повредят. В раю совершилось преступление, Из-за которого Адаму закрыт был путь жизни. Но душе преданной добродетели Это нисколько не препятствует, Что видно из того, что вне рая Человек получает больше, чем было в раю. Адаму преграждается рай, А Петру взверяются ключи неба. Адам извергается из рая, А Павел восхищается до третьего неба. Адам устраняется от древа жизни, Чтобы как-нибудь по словам Бога Не прикоснулся он к древу жизни. Там жизнь подавляется, И древо жизни удаляется От преступника запобеди. Здесь раздвигается древо крестное, И все желающие пожинают жизнь вечную. В раю после падения Адама Угрызаемой совестью Скрывается от Бога. Адам, а тот, кто все испытует, Призывает его и говорит, Адам, где ты? Ты не знаешь, где он? Ты спрашиваешь, Адам, где ты? Нет, очевидно, в обличении его беззаконие, Говорит Бог, где ты? Вместо того, чтобы сказать, Каково твое состояние? Доставил ли тебе равенство с Богом Обман змея? Видишь ли ты, что ты нагст? Бог ты! Голос твой услышал я и скрылся, Отвечает Адам. Он в раю скрывается от Бога. Апостолы говорят, Вот мы откровенным лицом Славу Господню взираем От славы в славу. Второе, Коринфянам 3, 18. Видишь, какое дерзновение вне рая. Видишь, какое посравление в раю. В раю после грехопадения Бог одел Адама в кожаные одежды. Сравним теперь и одежды. Адам там облачился в одежды, А здесь Все во Христа окрестившиеся Во Христа облеклись. Там, по заключению рая, Хирургимы, обращающиеся оружие, Заграждающие доступ в рай. Оно было как бы стеной И преградой для Адама, Не позволявшее ему за прислушание Войти в рай после грехопадения. Не в порицание раю, Говорю я это, Но в пояснение, Что то богоприличное место Нисколько не принесло пользы тому, Кто не пожелал пребывать в добре. И последствием явилась Как бы огненная стена, Окружавшая рай, И не позволявшая преступнику Войти туда. На что бы показать, Что не огонь сам по себе, А исключительное преступление Препятствовало Адаму Через огненную стену. Огненная колесница Вознесла Илью на небо. Не обманывается церковь Божия, Говоря, Облег меня Бог в ризу спасения, Как невесту украсил красотой, Как землю растящий плод свой, И как великий вертоград истины. Этот великий вертоград, Церковь вселенская, Христос царствует в ней, И в него верит Церковь, Как в своего законоположника. А если окажется в ней Что-либо зараженной болезнью еретичества, Учением змеиным, Я разумею, еретическое заблуждение, Тот извергается отсюда, Как Адам из рая. Как известно, Там, послушавшийся на учение змея, Был изринут из рая. Так в церкви, Не повинующийся Павлу, Не научаемый Петром, Но следующее внушением змея, Изгоняется из этого рая. Откуда это видно? А вот что говорит Павел. 2 Коринфянам 11.2.3 Ибо я ревную о вас ревностью Божией, Потому что я обручил вас единому мужу, Что представить Христу чистою девою, Но боюсь, чтобы как змей хитрости своей Прельстил Еву, Так и ваши умы не повредились, Уклонившись от простоты во Христе. Но отсюда не имеет доступа учения змея, Так как великий пастырь Жезлом веры стирает главы змеев. В самом деле, как пастырь, Дивный отец наш стирает главы драконов Евангельской верой и упованием на Христа, И как отличный садовник Питает произрастение церкви. Всякое же сорное растение или семя Искореняет. Всякий недуг нечестия, Языческое заблуждение, как терния, Он предает огню. Иеретическое заблуждение, как траву, Выпалывает и выбрасывает. Он облечен ревностью Божией, Как немногие. Люди, имеющие обыкновение, Измышляют софизму против церкви И ее святых пастырей. Не оставляют в покое нашего дивного отца, И многие под видом кротости Проповедуют нерадение, Порицают ревность И пытаются остановить Преуспевающее Слово Божие. Случается слышать, Как под личиной кротости говорят они, Какое нам дело до язычников? Хочет человек спастись, Пусть спасается. Так говорят, Говорить может только тот, Кто совершенно не чувствует Ревности к благочестию. Кто видит погибающего И не печавится об его погибели, Не думает и о своем наказании. Тот не ведает ревности по благочестию, Не уязвлен стрелами истины. 684. В самом деле, Кто видит погибающего И не чувствует ревности о нем, Подобно Павлу, Кто бы изнемогал, Соблазнялся, За кого бы я не изнемогал, Тот не ученик Павла. Сопоставь с этим добродетели нашего отца, И ты найдешь, Что на нем осуществляются Эти апостольские слова. Кто соблазнялся, За кого бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, За кого бы и я не воспламенялся. Люди подобного образа мыслей, Братья апостолов. Праведник ведь скорбит Не только о своих собственных грехах, Но и о тех грехах, Которые совершаются на его глазах. Как говорит Давыд, Печаль принял я От грешников, Оставляющих закон твой. Кого грехи других опечаливает, Тот имеет ревность о благочестии. Праведник, Когда его собственная жизнь Нуждается в исправлении, Плачет и печалится о том, Что свой грех совершенно загладить. Но когда видит грехи других, Тогда оставив свой грех, Начинает уже оплакивать грехи других, Подобно Павлу. Чтобы мне, придя, Не плакать о многих, Которые прежде согрешили И не покаялись. 2 Коринфянам 12.21 Павел скорбит о согрешивших И не покаявшихся. Самуил скорбит о Сауле До такой степени, Что сам Бог говорит ему, Да коли ты плачешь о Сауле, А ты видишь погибающую душу И не пожалеешь. Ведь если кто при виде покойника, Несомого к месту упокоения, Не прослезится, Тот осуждается как безжалостый, Суровый и зверонравный. А ты видишь душу, Погрязающую в нечестие, Навлекающую на себя вечные осуждения, И коснеющую в неверии, И не скорбишь. Тебя это нисколько не опечаливает. Свойственно ли это благочестивой душе? Человек благомыслящий Должен печалиться о всяких чужих грехах, В особенности же, Когда видит душу, Погрязающую в нечестие язычество. А таковой душе должно не только печалиться, Но гореть и пламенеть ревностью Всякому, Кто считает себя учеником Павла. Когда Павел пребывал в Афинах, Дух его, по словам дея писателя, Пламенел при виде города, Наполненного идолами. Но что побуждает святых мужей Питать такую ревность? Что и нашего дивного отца Побуждает быть таким блюстителем благочестия? Как царь земной, Имея под своей властью вселенную, В каждом судилище Имеет вершителей правосудия, Так и Бог имеет верных пастырей, Блестителей благочестия. Многие из язычников Часто бранью отвечают На замечания христиан. Им говорят, например, Зачем богохульствуете? Зачем упорствуете в нечестие? А не то сейчас бранью возражают От заступники Бога. Разве не может Бог заступиться сам за себя? Но и действительно, Он сам за себя не заступается, Потому что божество не терпит обиды, А наказывает неблагодарных рабов Через верных слуг. Имеет ли Бог нужду в заступниках? Да. Не потому, конечно, Чтобы он не в силах был защитить себя, Но чтобы ты мог обнаружить свою ревность. Ведь если бы все он делал сам собой, Тогда закрылся бы путь жизни для ревнителя. Не богоборствовал ли некогда фараон, Погрязая в нечестие? И не было на него никакого бича, Пока не явился верный Моисей? Не процветала ли ложь многобожия С его ложными священниками, Уже пророками, Не поражаемая Богом, Пока не выступил ревнитель благочестия, Или я? Без сомнения. Заступниками за Бога являются мужи святые. Поэтому и Павел говорит, Мы готовы наказать всякое непослушание, Когда исполнится ваше послушание. 2 Коринфянам 10.6 А что говорит удивительное между женщинами Девора, Присвойственной женщине слабости, Пророчествовавшая с мужеством добродетели, О которой сказано в Писании, Восстала Девора, мать в Израиле. Она была матерью народа, В благочестии, И настолько была сильна, Что при начале войны Полководцы вместе с вораком говорили ей, Если не пойдешь с нами на войну, И мы не пойдем. Не на храбрость женщина не полагались, Но на силу пророчества. Многие соратники Совета Божия Вышли и уничтожили иноплеменников. Итак, эта блаженная Девора, Возвещая истину, говорит, Господи, любящий Тебя, Как восток солнца, Враги же Твои, Как изгарь на светильнике, Да погибнут. Господи, любящий Тебя, Как восток солнца, Потому, конечно, Что солнце никогда не гаснет. Враги же Твои, Как изгарь на светильнике. Светильник имеет свет только на время И опять погашается. Восхвалив потом военачальника, Исполнившим волю Божию, Она приказывает проклять Жителей Мазора, Потому что они не пришли на помощь Господу. Судей 5.23 Разве Бог нуждался в помощи? Конечно, нет. Но это послужило бы К проявлению благочестия помогающих. Так именно, И этот удивительный отец Защищает благочестие Не как помощник Богу, Будто нуждающемуся в помощи, А как поставленный им Блюститель закона. На тела он налагает наказание, А души наставляет к спасению. Как стрелы сильного и заощренные. И не удивляйся, Что пастыри Христовы И учителей благочестия Ратуют за истину. Даже и тот, Кто не состоит учителем И не занимает учительского места, А просто принял Христово учение И стал в ряду его учеников, И тот уже должен Иметь ревность по Боге И воздавать благодарность благодетелю, Смело отверзая устав Защиту истины И против нечестия По завету священного писания. Чадо, подвязайтесь за истину, И Господь Бог поборет за тебя. Сирахов 4.32 Нет ничего удивительного, Если святые ратуют о благочестии. Нередко выходит даже так, Что при благостие Божией, Только пророки и не допускают, Что благочестие страдало От исходительности Божией. Например, Бог говорит Моисею, Скажи фараону, Отпусти людей моих, Если же не сделаешь это, Вот я пошлю знамение И поражу тебя. На Моисею пришла мысль, Что подобные слова Могут внушить фараону, Что он имеет над народом Такие же права, как и Бог. И заботясь о том, Чтобы безмерная благость Божия Не повредила как-нибудь его делу, На того фараона На противодействие Богу. Этими выражениями, Народ твой и народ мой. Моисей обращается к фараону С другими словами. Так говорит Господь Бог еврейский, Отпусти людей моих, А если не отпустишь, Я после знамений поражу тебя И слуг твоих, Чтобы узнали, Что Господня земля И все, что наполняет ее, Земля услышала бы народ И народ, И не последовало бы слову. Вот он и говорит, Вся земля Господня. Бог обнаружил в этом случае И снисходительных, Но пророк не передал Господней воле. И, конечно, говорил так Бог Для того, чтобы могла Обнаружиться ревность, Благочестие. Вообще верные всегда любят Превосходить слова Божии. Так Спаситель говорит Ученикам своим, За кого посчитают меня, Люди, Сына Человеческого? Из учеников же один отвечает, Ты Христос, Сын Бога Живого. Ревность Святого Духа Да научит и вас Быть ревнителями И страдать за благочестие И подвязаться за правду К подвигам добрым. 687. Вполне справедливо, Чтобы добрые ученики Были подражателями учителя, Как и Павел говорит, Подражайте мне, Как я Христу. Может быть, Вам нужны доказательства, Что как обыкновенный ученик, Так и тот, Кто находится в положении ученика, Должен иметь ревность О благочестии. Тогда послушайте, Как Христос исцелил Слепого от рождения. Или лучше, Прослушаем это повествование С самого начала. После повествования О других делах Христа Евангелист так начинает Свой рассказ об этом событии. Иисус, проходя, Увидел человека Слепого от рождения. И ученики его спросили, Говоря, Кто согрешил, Он или родители? И так далее. А он, Плюнув на землю И сделав брение, Помазал оси слепому И сказал, Иди, умойся на купальне силаам. Умывший слепорожденный прозрел. Иудеи узнали его И спросили, Не этот ли, Который сидел и просил, Бывший слепым? Одни говорят, Да, это он. А другие, Нет, только похож на него. Он же сказал, Это я. Фарисей же и старейшины Иудейские, Видя, что чудо это многих Привлечет ко Христу, Снедаемые ревностью И нечестией, Поражаемые жалом истины, Призывают к себе того, Который был раньше слепым. Прискорбное было зрелище. Этот суд над благочестием. Притом суд, Производимый злыми судьями. Зато утешительно то, Что подсудимый имел Великого защитника. И сам Бог руководил Состязанием и наблюдал. Иудеи призывают Бывшего слепца, Прозревшего, Ставят его перед лицом Синедриона и говорят ему, Скажи, Как ты прозрел? И кто отверг тебе очи? И как ты это сделал? Все это спрашивали они не для того, Чтобы узнать от него истину, Но чтобы своим допросом Устрашить вопрошаемого. Часто ведь самым способом Спрашивания учитель наставляет Спрашиваемого отвечать или молчать. То же самое и бывает и на суде. Если тому, Кто должен свидетельствовать о деле, Начать говорить, Да знаешь ли ты дело по существу? Присутствовал ли ты при нем? Откуда ты получил о нем сведения? То самая форма вопроса покажет ему, Что он должен дать ответ отрицательный. Так они, Кто отверг тебе очи? Как ты прозрел? А тот думает не столько об угрозе, И сколько о том, Чтобы соблюсти истину, Отвечает человек некоторый, Называемый Иисус. Сделал брение, Помазал глаза мои и сказал, Иди в купалье села, И умойся. Я пошел умылся и прозрел. Не знал истины, Но признавал благодеяние. Достоинства же благодетеля Еще не знал. Человек некий, Сделав брение, Помазал мне очи, Я вижу. Когда не поверили, Что он был слеп и прозрел, Доколе не призвали родителей Сего прозревшего. Неподатливость злобы Подвергает сомнению истину, Призывает родителей слепого. Злоба сама против себя Собирает свидетелей. Явились родители слепца. Опять тот же способ допрашивания. Это ли ваш сын, О котором вы говорите, Что он родился слепым? Как же он ныне видит? Те по угрозам, Догадавшись о той злобе, Какая их внушила, Отвечают им. Мы знаем, что это сын наш, И что он родился слепым, А как теперь видит, Не знаем. Или кто отверз ему очи, Мы не знаем. Сам в совершенных летах, Самого спросите, Пусть сам о себе скажет. И заметь мудрость Божию, Чтобы не было отстранено показания Самого прозревшего, Как несовершеннолетнего, Или не умеющего, Как следует отвечать, В общественном месте, Бог устроил так, Что прежде всего был засвидетельствован Его законный возраст. В совершенных летах, Говорят родители, Самого спросите, Несовершеннолетний нуждается в защитниках, А достигшие совершенного возраста, Сами за себя отвечают. Потому-то отвечали родители его, И сказали, Что это сын наш, Мы знаем, И что он родился слепым, Знаем. Они торжественно заявили об этом, Чтобы не могло быть сомнения в том, Что он был слеп. А как теперь видит, Не знаем. Или кто отверг ему очи, Мы не знаем. Сам совершенный, Если так, Самого спросите, Пусть сам о себе скажет. Что сделал он тебе? Спрашивает того человека, Как отверг твои очи? Тот, воспоминившись, Наконец, Ревностью Божией, Пренебрегает их вопросом, И оставляет его без ответа. Но что он говорит? Я уже сказал вам, И вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделать его учениками? Он, никогда не бывший слушателем Христовой заповеди, Подражает учению Христову. Иудеи в праздник обновления храма, Окружившись Спасителя в притворе Соломоном, Говорили ему, Да коли ты будешь души наши держать в неведении, Если ты Христос, Скажи нам прямо. И сказал им Иисус, Я сказал вам, И вы не слушаете, Говорит слепец. Что же еще хотите? И заметь благочестие этого защитника. Он заметил злобу иудеев, Что они на все готовы, И не скупятся на угрозы, Чтобы вынудить его страхом На исповедание Христа своим учителем. Но тем не менее, Говорит им, Я уже сказал вам, И вы не слушаете. Не хотите слышать, Или и вы хотите сделать все его учениками. Своим выражением, Или и вы, Он показал, Что в отношении его самого Это уже бесспорно. Вот слова, Которые должны быть На устах всякого христианина, При столкновении с язычеством. Если бы с тобой встретился язычник, Держащийся старого заблуждения, И сказал бы тебе, Ты христианин? Ответь, Да. Не хочешь ли ты сделать себя христианином? Так именно поступил этот прозревший, Телесно и духовно. Я уже сказал вам, И вы не слушали. Что еще хотите слышать? Не хотите ли и вы Сделать все его учениками? То есть вы так далеки от того, Чтобы убедить меня, Что я ожидаю, Что вы скорее изменитесь, И исповедуйте его Христом. Что же на это ему иудеи? Они же укорили его и сказали, Ты ученик его, А мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, А сего же мы не знаем, Откуда он. Сопоставь многочисленность противников И силу одного противоставшего им. И тут не смолчал поборник истины, Но продолжал такими словами. Человек же прозревший сказал им в ответ, Это и удивительно, Что вы не знаете, откуда он, А он отверз мне очи. Но мы знаем, Что грешников Бог не слушает, Но кто чтит Бога и творит воли его, Того слушает. Устоял он в борьбе, За которой наблюдателем и судьей был Бог. Многие сильные против одного крепкого, Туча неверия против одной капли веры. От века, говорит, не слышно было. Вы тщеславитесь, говорит, учением Моисея. Впрочем, он не упоминает о Моисеи, И чтобы не раздражить их. Но говорит, От века не слышно, Чтобы кто слепорожденному отверз очи. То есть, Кто, какой другой пророк отверз? Никто не превзошел его, Никто не сравнился с ним. Но сколько он ратовал за истину, Столько они упорствовались в бесстыдстве. Так как отрицать слухившегося они боли уже не в состоянии, То они старались обойти это событие и говорить ему, Воздай славу Богу. Мы узнали, что человек тот грешник. Слава отца и есть слава сына. И слава их неразделима. Продолжается подвиг борца против иудеев. Говорят ему, Воздай славу Богу. Какому? Богу нашего закона. Нарази справедливо получить благодеяние от одного И прославлять другого. Дай славу Богу. Один ныне облагодетельствовал, А я воздам славу другому. Они сами признали, Что Иисус сделал брение, Помазал глаза его, Исцелителем признается он, А прославить нужно другого. За что же воздавать славу Богу? За то, что дело это есть дело Божие. Итак, против воли вы признаете Христа Богом. Воздай славу Богу. Если дело это дело Божие, И ему должна быть воздана слава, То сам совершитель этого дела – Бог. Воздай славу Богу. Ибо мы узнали, Что человек тот грешник, Он же сказал им в ответ, Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, А теперь вижу. 689. Когда он дошел до 100 смелых выражений, Они приказали выгнать его вон. И выгнали его, говорит евангелист, вон. Блажен потерпевший изгнание Из борища лукавнующих. Но вот что происходит далее. Так как он подвязался добрым подвигом И ратовал за славу Божию, И со всей смелостью исповедовал спасителя, А между тем, когда вся арена Была наполнена его подвигами, Сам подвижник был изгнан вон, Не получи свинца, То распорядитель борьбы Отыскивает его вне поприща. И Иисус услышал, Что выгнали его вон, И, найдя его, говорит ему. Вот замечательные слова, Находит его. Кого заблуждение хочет погубить, Того находит истина. Зачем же он нашел его? Спаситель видел, что душа его Исполнена благодарности. И видел, что еще ничего не зная, И считая его только за какого-нибудь пророка, Он говорит о нем, как о Боге. Потому что речь шла о Христе. И что он говорил о нем? Что он пророк? Спаситель сказал себе так, Если теперь, когда он считает меня пророком, И предполагает во мне обыкновенного человека, Он так подвизается, То чего не сделает он, Когда узнает славу божества? Если теперь, когда видит во мне человека, И называет меня пророком, Так защищал истину, И такую борьбу предпринял, Еще вовсе не посвященный, А только просвещенный одним благодеянием, Если защищая человека, Он не отступил от истины, То подумаешь, что будет, Когда он научится говорить по-евангельски, Вначале было слово, И слово было у Бога, И слово было Бог. И вот Спаситель, Приняв его подвиг, И запечатлев его веру, Он совершает его знания. Встречает Спаситель слепца, А тот и не знал его по наружности, Ведь когда он послал его в купель селамскую мыться, То послал слепого, А когда он возвратился от зрячим, То Спаситель, вошедшего в толпу, Ему не удалось видеть Спасителя, И к тому же, Тот час, прежде чем увидел Господа, Он был призван в Синедрион, Где и должен был выдержать борьбу. А брение Господь сделал, Прежде чем он умылся, И помазал ему глаза именно с тем, Чтобы восполнить его природный недостаток. И вот, когда исцеленного изгнали вон, Христос, найдя его, сказал, «Веруешь ли, Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать?» Узнал он голос и с радостью воскликнул, «Почему веруешь ты тому, Кто говорит тебе, Веруешь ли ты, Сына Божия?» «Я знаю, что твое слово истина, И если я с тебя узнаю, О чем не усомнюсь поверить тебе?» «А кто ты, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И ведущий в будущее отвечает, «И видел ты его, И он говорит с тобою, Тот, кого защищал, Он внутри, вне спрашивает, Веруешь ли, Сына Божия?» Он же сказал, «Верую, Господи!» И поклонился ему. «Я рассказал вам это, Чтобы вы все научились Следовать хорошему наставнику И подражать доброму пастырю, Подвязаясь за истину?» Ведь ваш подвиг совершается При содействии великого пастыря. Вы удивляетесь, Что благодетельственный слепец Сделался защитником истины. Вы удивляетесь, Что разбойник, Еще не получив благодеяния, Ратовал за Христа. Но всегда ведь божественная душа, Ревнующая об истине, Своим собственным влиянием Отверзает многие устав Защиту истины. Христос висел на кресте И два разбойника, По правую и по левую сторону его. Иудеи поносили его, Архиереи хулили. Все есть царь иудейский. Если царь Израиля Пусть сойдет с креста, Чтобы мы имели веру в него, Спаслял других, А себя не можешь спасти. Точно так же и распятый с ним Разбойник поносил его, Говоря, «А если ты сын Божий, Спаси себя и нас!» Другой же разбойник Не говорил ничего, Молчанин своим укоряя осужденных. Когда же архиереи, Книжники, Знавшие законы, Или вернее, Не знавшие его, Хотя и должны были бы От пророческих писаний Исповедать Христа, Не исповедали его. Тогда Бог сверх ожидания Отверзает на кресте уста, Свидетельствующие об истине. И смотри, Что делает. Не было бы ничего удивительного, Если бы разбойник Прежде всего услышал Слова Христову, Заступился за него, И за это был увенчан. Но здесь произошло обратное. Тогда распятые с ним Два разбойника распяли, Одного по правую, А другого по левую сторону. А Спаситель был в середине, Как бы коромысла На весах истины, Облегчая судьбу Исповедовавшего его И осуждая хулившего. И вот удивительно, Когда книжники Первосвященники хулили Христа и говорили, Если царь Израилев, То пусть сойдет сейчас с креста, Чтобы его видели И уверовали в него. А разбойник говорил, Если ты сын Божий, Спаси себя и нас. Другой из разбойников Благоразумный Не произнес ни одного слова. Два этих разбойника Были образы народа Иудейского и нашего. Один богохульствует И осуждается, Другой веру Искается и спасается. И так, Говорит брат Неблагодарного Сборища Иудейского, Поистине, Разбойничьим народом Были неблагодарны иудеи, Как свидетельствует Спаситель. Дом сей, Домом молитвы наречется, А вы его сделали Вертепом разбойников. И расположение Первого разбойника Было иудейское, А второго Христианское, Так как он стремился Очистить себя от зол Посредством покаяния И похитить спасение. И так, Говорит неблагодаразумный Иудейский, Настроенный разбойник, Если ты сын Божий, Сойди с креста, Спаси себя и нас. А другой, Оказывается, Благоразумный. Осужденный на суде, Он на кресте является судьей И учит страху Божию. Прежде всего, Он говорит своему товарищу, И не боишься ты Бога, Что сам осужден на то же. Мы получили по правде, Достойно по делам нашим, А он никакого зла не сделал. Что ты говоришь? Там ты веровал, А здесь судишь. Там убивал, А здесь учишь страху. Не ты ли боишься Бога? Познай крест Христов, Чтобы голос этот научил тебя Благочестию. Вот удивительное дело. Разбойник укоряет своего сподвижника. И ты ли не боишься Бога? Богом проповедует того, Кто добровольно распялся вместе с ними И великодушно страдал за людей. И что именно о спасителе, Говорил он в этих словах, И ты не боишься ли Бога? Убедись в этом из дальнейших. Мы получили по правде, Достойное, По делам нашим, А он же не сделал ничего злого. Я так долго останавливаюсь на этом Исповедании разбойника, Чтобы научить вас подвязать За благочестие, И дома, И перед народом Обнаруживать ревность, И ратовать за Христа, Чтобы и от него получить Венец правды, Подобно этому благоразумному разбойнику. Вникните же в то, Что говорит он своему сотоварищу, Кулителю, И ты не боишься ли Бога, В том, что осужден, Мы получили по правде, Достойное, По делам нашим восприяли, А сей же ни единого зла сотворил. И говорит Иисусу, Помяни меня, Господи, Когда приидешь и во царствие си. Вот защитная истина. Вот как самого Христа Исповедовал он истинным Богом. Помяни меня, Господи, Когда придешь во царствие твое. Сознается в своих грехах И вступается за владыку. Сколько усилий употребил судья, Чтобы вырвать у него сознание В разбое и убийстве, И грабеже, Которое ты сделал, Осознался ли ты? Здесь же, говоришь, Без всякого принуждения, Достойное, По делам нашим приняли. Бесчисленные мучения Едва вынудили у тебя сознание Перед начальником, Перед судьею. А здесь ты без всякого принуждения Так легко осознаешься. Да, говорит, Но там сознание сопровождается смертью. Здесь же, со сознанием, Следует раскаяние и жизнь. Достойное, По делам нашим приняли, А сей никакого зла не сделал. Мы-то, говорит, справедливо, А он ведь несправедливо. Мы живых убивали, А он мертвых воскрешал. Мы тяжое расчищали, А он свое богатство Расточил для мира. Сражается разбойник Со своим сотоварищем И говорит ему, До того момента, Когда мы с тобой Оказались на кресте, Мы шли одной дорогой, А теперь от креста Наша дорога разделяется. Если хочешь вместе со мной Идти к жизни, Иди, А если нет, Ступай своей дорогой. До сих пор, Когда я шел с тобой, Наша дорога была одна, А теперь крест разделил Дальнейшую дорогу на две. Покаянием разделяется Дорога разбойников. Так исполнился псалом, Собственно, Конец псалма. Знает Господь путь праведных, А путь нечестивых погибнет. Итак, Защитив истину, Разбойник обращается К царю славы и говорит, Помяни меня Господи, Игда приедешь И во царстве си. 692. Да устыдятся, Наконец, Ариане, И да услышат, Что говорит разбойник, Помяни меня Господи, Когда приедешь И во царстве свое. Разбойник видит распятого И исповедует его Господом. Еретик исповедуется Престольным отцу И унижает, Как тварь. Помяни меня Господи, Во царстве, Когда придешь Во царстве свое. Кто-нибудь, Пожалуй, Спросил бы разбойника, Как помянет тебя, Христос? За какие заслуги? За то, Что ты убивал? За то, Что грабил? Ты говоришь, Ведь помяни меня, Когда придешь Во царстве свое. Пусть никто, Однако, Как они думают, Что спасение разбойника Было делом только Милости Христовой. Он получил спасение Как должное по заслуге. Какая же заслуга, Скажет он, Какие дела справедливости Совершены им? Или какие дела Милосердия творил он? Раздал свое имение, Изнурил себя постом И бдением, Никто другой не сделал Того, Что сделал он. Да, Он уверовал в Бога. Конечно, И пророки веровали в Бога, И патриархи веровали, И песнописцы веровали, Апостолы, Проповедники, Мученики веровали, Но все они веровали Узрев Бога во славе, А он уверовал В виде Христа В уничижении. Представь себе Тысячу рабов, Служащих Господину, Когда он в славе И благополучии, И одного раба, Не покидающего своего Господина, В годину испытания, Лишения и изгнания, Тогда как ста тысяча рабов В одни испытания и изгнания Оставляет Господина, Неужели эти рабы, Верные в благополучии, Покидающие Господина в несчастье, Могут быть сравниваемы С тем рабом, Который и в несчастье Остается верным Своему Господину? Конечно, Ни в коем случае. Уверовал Петр, Но уверовал, Увидев его воскрешающим Мертвых, Узрев славу его, Уверовал Павел, Но уверовал, Увидев свет с неба, Ослепивший его телесные очи И просветивший очи Духовные, Уверовал Авраам, Но уверев божественное Видение, Уверовал Исаия, Но увидев его сидящий На престоле высоком Их урюзимов окрест его, Все они видели Господа, Но видели во славе, А этот в унисижении, Почему и воскликнул, Помяни меня, Господи, Когда придешь во царствие Твое. Ввиду моего положения Вы можете спросить меня, Зачем ты говоришь это? Затем, что я грешник и убийца, До сего часа разбойник, Мои преступления велики, Я исповедую это. Но в сердце моем скрыта вера, Которой никто не знает, Только один Господь, Страдающий со мною. Со вне и Господь имеет Видимые знаки страданий, Но я не обратил внимания На видимое его унисижение, А прославляя сокрытое Ото всех его царство. Так и ты говори, Господи, Не возри на мои видимые неправды, Но на мою сокровенную веру, И помяни меня, Когда приедешь во царстве твоем. Все это время Христос Совершенно ничего не говорил, Но хранил молчание, Не отвечая ни Пилату, Ни одной из неблагодарных Иудейских душ, И теперь отвечает. Так как теперь молчание Было слишком тяжело И совершенно неуместно, Что Господь и не оставил Без знака обращения К нему разбойника. Истинно, истинно, говорю тебе, Сказал он, Сегодня же будешь со мною в раю. О, милость благодетеля, Ты не ожидаешь скорой помощи И говоришь, Помяни меня, Господи, Когда придешь во царствие твое. Ты просил о милости в будущем, А я дарую тебе ее тотчас же, Сегодня же будешь со мною в раю. Видишь спасение Божие, Видишь благодеяние владыки, Видишь великого судью истины, Сегодня же будешь со мною в раю. До сих пор никто из иудеев Или патриархов Не слыхал обетования рая, Откуда Адам пал и был изгнан. И хотя бесчисленное обетование Давал Бог людям верным, Но никому не обещал рая, Кроме разбойника, И никогда со времени изгнания Из рая Адама Не напоминал Бог людям о рая, Раньше этого бывшего разбойника. Почему же прежде не говорил Бог о рае, Никому из патриархов, Никому из пророков, Никому из апостолов? Древним он обещал, Дам вам землю, Источающую молоко и мед. И апостолам говорил, Блажен они все духом, Ибо их истарство небесное. А о рае ни слова. Обетование о нем как бы сберегается, Для того, чтобы его первым услышал разбойник. Ведь если Павел сказал, Я восхищен был в рай, Так это было уже после разбойника. Но почему же первым вошел в рай Человек, Произнесший всего только одно восклицание? Что же, Он усердно пел цалмы, что ли? Усердно подвязался? Часто ли, по крайней мере, Вспоминал о Боге, Оказывается, всего один раз. Справедлив Бог мой, Совершитель спасения. Как правоца нашего Адама, Изгнал он из рая, Не за многие прегрешения, Но за одно прислушание. Так на весах правды его Было положено обетование разбойнику. Войти в рай не за многие Какие-нибудь исповедания, Но за одно исповедание веры. Я сказал, что грех Адама Состоял в том, что он, Вопреки заповеди, Прикоснулся к древу. В чем же заключалось Оправдание разбойника? Он вошел в рай за то, Что с верою коснулся креста. Что же последовало дальше? Разбойнику было обещано Спасителем спасение. Между тем, Ему времени не было И не удалось осуществить свою веру И просветиться крестением. А ведь было сказано, Если кто не родится От воды и духа, Не может войти в царствие Божие. Не было ни случая, Ни возможности, Не было для разбойника И времени креститься, Потому что он Висел тогда на кресте. Спаситель, однако, Нашел выход из этого Безвыходного положения. Так как уверовал Спасителя человека, Скверненный грехами, И нужно ему было Очиститься, То Христос устроил так, Что после страданий Один из воинов копьем Пронзил ребро Господа. И из него истекла кровь и вода. Из ребра его, Говорит вангелист, Истекла кровь и вода. В подтверждении истинности Его смерти И в прообразовании тайн. И вышла кровь и вода. Не просто вытекла, Но с шумом, Так что брызнула На тело разбойника. Ведь когда вода Выходит с шумом, Она производит брызги. А когда вытекает медленно, То идет тихо и спокойно. Но из ребра Кровь и вода Вышли с шумом, Так что брызнули На разбойника. И этим окроплением Он был крещен, Как говорит апостол. Мы приступили К горе Сиону И крови кропления, Говорящие лучше, Нежели кровь Авелева. Почему же кровь Христова Говорит лучше Авелевой? Тогда как кровь Авеля Падала на главу убийцы его, Кровь Христа очищает И убийц покаявшихся. Научись отсюда ревности К истине И возлюби Дерзновение За Христа. Последуй Истинному Учителю, Подвязавшемуся за истину, Чтобы, слыша От апостола Павла Подражайте мне, Как я Христу. Ты сам удостоился Венцов правды И тех вечных благ, Которые уготовил Христос Бог наш Всем возлюбившим Его. Досподобимся их И мы все милостью И человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С Которым Слава и Держава Ныне и притна, И во веки веков. Аминь.